Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Елена Ермакова. Я сегодня хочу вам рассказать о прекрасном городе Днепропетровске, а именно частный сектор называется Жилмассив Кореи. Вот закончились многоэтажные дома, видите, и мы переходим в частный сектор. Каким образом и когда организовался этот частный сектор? Первоначально, когда строился еще Южный машиностроительный завод, этот частный сектор организовался как самозахват. Рабочим предприятием строили на то время Южмаш строил дома. Но некоторые рабочие хотели себе именно свой дом, и поэтому они самовольно начали застраивать этот частный сектор. Этот частный сектор находится на одном из оврагов, как сейчас называют, может быть и тогда называли, балка. В Днепропетровске все глубокие овраги, это все называется балкой. И вот эти балки заселяли рабочие, заселяли жители и строили свои дома. Затем они их приватизировали, и получился прекрасный зеленый массив, прекрасный жилмассив. Сейчас он называется Корея. Дома очень красивые, вот так как, когда люди имеют свое, всегда делают красиво для себя. Застроили этот частный сектор, потом его организовали и назвали жилмассив. Почему именно называется жилмассив Корея? Ходит такая легенда, когда спрашивали на Южмаши работников, и спрашивали, где ты живешь? А он говорил, так далеко, как на Корее. Вот с того момента и называется, жилмассив Корея называется Кореей. В принципе, у нее было еще много названий. Строитель. Строитель до сих пор тоже, говорят, строитель. То есть люди, те, которые постарше нас, знают его как строитель, как Корея. Мы его знаем как Корея. Как здесь идут улицы? Улиц здесь немного. Главная улица – это улица Победы. Параллельно к ней идет улица Перекопской Победы. Вот мы сейчас идем по Перекопской Победы. И чем примечательно мне, чем нравится мне этот райончик? Нравится тем, что здесь тихо. Ты вроде бы живешь в городе, и вместе с тем вроде бы как живешь и в частном секторе, как в селе. Когда весной, когда начинают зацветать вишни, здесь вишни, яблони, груши. Здесь все цветет, здесь очень красиво. И понятно, много зелени, много зелени здесь, значит, и более свежий воздух. То есть здесь возможно подышать немножко свежим воздухом. Улицы идут следующим образом. Улица Победы, улица Перекопской Победы, параллельно ей. И ниже идет улица Сурская. Все эти улицы, они параллельно спускаются к Балке. А перпендикулярно им идет намного больше улиц. Перпендикулярно им идут монтажная большая улица. Вот такие красивые дома в этом райончике. Люди организовывают так, как им нравится. Очень красиво. Я хочу сказать, что с того момента, когда я сюда приехала, я влюбилась в этот город. Я влюбилась в этот райончик. Вот мне он очень нравится. Именно поэтому я вам и хотела рассказать. Понятно, что когда... Я не один раз думаю, почему все-таки люди решили самозахватом первоначально поселиться здесь. По всей видимости, некоторые... Сколько людей, столько и мнений, как говорится. Некоторые те, кому нравятся квартиры, они селились в квартирах. На то время Южмаш строил людям квартиры. А кто хотел жить отдельно... Некоторые люди есть такое мнение, когда говорят, что квартиры это голубятники. Ну, это как большое общежитие, действительно. У тебя есть твоя квартира, но тем не менее, ты видишь, ты слышишь, что делает сосед. Ты слышишь все стуки. Кто-то захотел попеть, кто-то захотел... Кому-то нравится играть. И ты слышишь абсолютно все звуки. Либо это скрипка, либо это пианино играет, либо это какие-то пьяные разборки. Сколько людей, столько и мнений. А кто-то хочет жить отдельно. Здесь, конечно, небольшие участки. Здесь участки по 0,05. То есть по сравнению... По сравнению с домами в селах, то здесь, конечно, если в селах 17 сотых на 1 дом, то здесь 0,05 на одного человека. То есть на 0,15 стоит 3 дома. Сейчас многие из тех, которые заселялись тогда в то время, они уже глубокие старички, либо их уже нет живых. И дети, внуки, те, у кого есть возможность, они дома своих, дедушек, бабушек, родителей перестраивают. Перестраивают под себя. Сейчас многим нравится жить в двухэтажных домах. Внизу, чтобы был гараж. Вот почти у каждого жителя, скажем, именно этого поселка, есть машина. В некоторых есть по две машины. Поэтому гаражи, конечно, людям необходимы. Плюс ко всему, здесь ты строишь гараж. И не надо платить за аренду. Есть плюсы, есть плюсы в такой жизни. Но есть и минусы. Почему? Потому что депутаты обращают мало внимания на этот район. Почему? Потому что здесь меньше живет людей, чем в многоэтажках. Если в многоэтажках на, скажем, на 100 квадратных метров может жить 50 семей, да умножить на 4, это минимум 200 человек, то здесь на 50 квадратных метров может быть всего нам всего 4 семьи. Вот поэтому они не обращают внимания на частные сектора. У них не хватает сюда, как они нам рассказывают, не хватает денег. Поэтому в этом, конечно, минус, что меньше обращают внимания на такие вот маленькие жилмассивы, на частные сектора. Депутаты и деньги, налогоплательщиков и бюджеты сюда не доходят. Хочу вам показать дороги. Дороги, конечно, у нас... Это еще хорошая дорога. Это еще дорога замечательная, потому что многие жильцы складываются сами и делают дороги сами. Ну, коль ты здесь живешь, ты уже ни от кого не требуешь. Видите, дома у нас ничем не хуже американских. Сейчас я пройду и покажу вам. Мы пойдем с вами по улице Привольной, спустимся вниз балку. Это мы с вами сейчас идем по улице Перекопской Победы, которая идет параллельно улице Победе. С той стороны у нас солнышко, поэтому я туда не поворачиваю и показываю прекрасный жилмассив, который образовался и назвался, и сейчас многие его знают, как жилмассив Корея. Мы поворачиваем с вами на улицу Привольная. Привольная – это такая замечательная, но крутая горка. У нас есть прекрасная улица монтажная, которая идет параллельно улице Привольной. Там более пологий спуск. Там детки зимой катаются на санках. Мы вам тоже показывали, когда мы катались с Анжелой на санках, на лыжах. Балка замечательная. У нас балка не очень глубокая. Балка – это, как я вам сказала, это оврах. То есть все вот эти улицы, по которой мы сейчас идем, это улица Привольная, улица Монтажная, они все идут прямиком в самую балку. А внизу там течет небольшая речушка, которую называют гнилушкой. Запах у нее неприятный, потому что каждый сектор здесь, те, которые на улице, самая нижняя улица, это улица Августовская здесь. Они все свои канализации. Если у нас у каждого канализация выгребная, мы вызываем машину и откачиваем, то те люди, конечно, все врезались в эту речушку и выливают все свои стоки туда. Поэтому, ну, она, скорее всего, имеет не только от частных секторов такие вот запахи, а и весь жилмассив Тополь и 1, 2 и 3 вся канализация выходит именно туда. Там, где я вам показывала, жилмассив Тополь.